Я всё время говорю о том, что надо знать свою натальную карту, потому что тогда прогноз общий будет обрастать деталями, которые имеют отношение лично к вам, и вам будет намного понятнее, что будет происходить в вашей жизни. Но я понимаю, что многие из вас ещё пока на той стадии знакомства с натальной картой, когда не понимают, куда смотреть, как на какой-то элемент находить, что он может обозначать, как искать связи между элементами в карте. Вот именно для вас, для людей, которые только что начали знакомиться с картой рождения, я устроила марафон по чтению натальной карты, в котором мы как раз и разберём каждый элемент карты, как эти элементы связаны между собой и что они вам дают, какую информацию о вашей судьбе и о вашем будущем они могут вам рассказать. После этого марафона вы вполне можете понимать уже общие прогнозы и воспринимать их уже частично для себя, то есть что из этих общих прогнозов можно взять в свой личный прогноз. Подробности про этот марафон, условия участия в нём, даты проведения вы можете посмотреть по ссылке, которая есть в описании под этим видео, и там же зарегистрироваться на этот марафон. До встречи там! Здравствуйте! С вами вновь астролог Ермуляна Татьяна, и в своём новом выпуске прогностического блога я хочу рассказать прогноз для вас, уважаемые львы, и поговорить о том, что же будет происходить в этом марте, как он повлияет на вас, потому что январь и февраль наверняка для вас были непростыми месяцами, но, возможно, если у вас было достаточно терпения и трудолюбия, то вы могли получить даже пользу и поддержку от обстоятельств прошедших зимних месяцев. Но теперь мы уже встречаем весну, и весной нам хочется немножечко отдыха, ну или хотя бы просто, чтобы было всё легче, как-то иначе и по-другому. И я думаю, что в этом месяце действительно вы можете рассчитывать на то, что будет как-то иначе и по-другому. Потому что на небе, по идее, если вы смотрели мой общий прогноз, не смотрели, тогда посмотрите обязательно после этого прогноза, переключайтесь на мой общий прогноз тогда. Так вот, я говорила о том, что на небе тишина. Да, происходят какие-то определённые события на небе, но они не такие очевидные, не такие мощные, как это было зимой этого года. Так что мы живём в таком штиле определённом планетарном, ну плюс-минус, скажем так, относительно. И так как вы всё-таки в этом году очень серьёзный участник всех планетарных событий, то вам пора отдохнуть. Отдохнуть от очень большого количества разных дел, обязанностей и ситуаций, которые на вас нападали всю зиму. Чем вам стоит заняться? Я думаю, заняться стоит теми вещами, которые вам приносят удовольствие и которые вы откладывали. Потому что всё время приходилось включаться в процесс, да, и, наверное, наверняка делать то, что не очень удобно, не очень, может быть, где-то приятно, и совсем-совсем не хочется. Вот. А в этом месяце вы должны дать себе обязательно обещание, что вы будете делать то, что хочется. И вот ровно тогда, когда хочется, да, не насиловать себя, не мучить по пустякам, потому что, ну, не нужно. То есть в контексте астрологических событий и астрологического влияния на ваш знак вам совершенно не нужно рваться на несколько частей для того, чтобы этот месяц как-то прожить, как-то так, как вы его хотите. Он и так прекрасно проживётся, и так будет всё хорошо. Что касается деталей, давайте пойдём по деталям. Итак, у нас, ну, такие основные события, связанные с вами, начинаются где-то в районе 8 марта, 8 марта, ну, то есть где-то вот в районе праздника прекрасного этого, да, и по идее заканчиваются они в районе 18 марта. Это вот первый такой пул событий. Он связан, конечно, и с новолунием, которое произойдёт в знаке рыб. Для вас это всегда плюс-минус важное время, потому что всё-таки ваш управитель участвует в любом подобном мероприятии, солнышко, да, поэтому от этого никуда не уйти. В любом случае 13, 14, 15 марта будут в этом плане очень такими, ну, событийно насыщенными, но вполне возможно, что события будут связаны с эмоциональным фоном, с вашим эмоциональным состоянием, потому что само по себе на волоне происходят знаки рыб, и это касается нашей, наверное, какой-то вот такой внутренней среды, то, что мы там ощущаем. Немного пораньше этого у вашего управителя, у солнышка, будет точное соединение с управителем этих рыб, с Нептуном. Это будет вот как раз, наиболее будет очевидным, это влияние с 8 где-то по 11 марта. Вот, поэтому у вас такой длительный период, понимаете, да, с 8 где-то, где-то вот прям до 15 марта, период влияния планеты Нептун и знака рыб на вас. Вообще для вас, конечно, это планеты, и это знак загадка. Вы-то знак огненный, да, у вас много энергии, которая такая, напоказ, демонстрационная. А рыбы, наоборот, они же, это знак, который живет внутри, это знак, который живет где-то там глубоко, а фасад у него такой немного потерянный в основном, у рыб. Ну, я не могу сказать, что у всех, понимаете, ну, как бы вот типаж, вот как бы описан, а в каждом человеке это проявлено по-разному. Вот, так что вам не совсем понятно, что там творится у этих рыб-то в голове. А тут, вот, понимаете, на вас сильно влияет этот знак и планета, которую он управляет. Поэтому немножечко такое интуитивное и сумбурное время вас ждет, в котором, наверное, эмоции будут брать верх. И вы будете что-то делать прямо вот на вот этой волне, которая вас будет захлестывать, да. Я не знаю, я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Просто такой период, и, наверное, может быть, его стоит посвятить больше отношениям с другими людьми. Или разбором со своими внутренними, внутренним критиком со своим, да, со своими вот какой-то внутренний свой диалог прожить в этот период. Это было бы хорошо. Ну, то есть, скажем так, это не тот период, когда вот прям надо с шашкой нагло и в бой, потому что, ну, что-то будет сдерживать. Все равно вот какая-то вот эта внутренняя такая динамика ваша, она будет вас сдерживать от внешнего проявления. Хотя оно тоже будет неплохим, если вы будете в связке с другими людьми и будете эмпатичны по отношению к ним. Думаю, что мы все, мы прекрасно понимаем, о чем речь. Двадцатые числа – это немножечко другое время, потому что здесь ваш Управитель переходит из знака рыб, кстати, в котором он будет до двадцатого числа. Видите, сколько у вас рыб и сколько Нептуна в этом месяце на вас влияет. Так вот, двадцатого числа – ура! У нас у всех начнется Новый год. Ну, понятно, мы с вами прожили уже календарный Новый год, мы с вами прожили китайский Новый год, но новых годов не может быть мало. И всегда должно быть много. И вот теперь еще один Новый год. В этот раз это будет астрологический Новый год. Он празднуется тогда, и даже это астрономический Новый год, по сути дела, когда солнышко переходит знакомо. А это в этот раз произойдет 20 марта. Ну, примерно в одно и то же время, на самом деле, каждый год происходит, но плюс-минус где-то в сутках там разница бывает. Вот и так мы с вами встречаемся, вот встречаем все Новый астрономический, астрологический год. Но для вас это важно еще время, потому что ваш Управитель переходит в огненную стихию. Это та стихия, в которой вы живете, которая вас питает. Поэтому последние вот 10 дней этого месяца будут наиболее такими мощными, яркими, демонстративными для вас. Получится ровно то, что не получалось в предыдущий период. Да, вот он был немножечко такой, но вот не такой, как вы. Может быть, как вы бы планировали. Ну, самые большие подвиги оставьте на последние 10 дней марта, и все у вас в них обязательно получится. Тем более, что солнце в этом году переходит в знак Овна. Ну, так оно плюс-минус чаще всего переходит в одиночку, но в этом году оно переходит в знак Овна в Компании с Венерой. Все, что-то весы мне вспомнились. Вот, Компании с Венерой. Так что это для вас хороший знак. Это говорит о том, что у вас во второй половине месяца появится много новых возможностей. Они будут связаны как с отношениями с другими людьми. Это и вопросы любовной сферы здесь могут быть решены. Так и с деньгами. Вот, потому что, смотрите, солнце в вашем, ну, вашу правитель в огненной стихии. Тут еще Венера такая яркая, такая вот она динамичная, такая, знаете, боевая в Овне присоединяется. Я думаю, это к деньгам. Вот это вот нужно вот, если запланировали деньги-то зарабатывать в этом месяце, то обязательно это надо сделать как раз-таки во второй половине марта, когда к этому будут и небеса вас склонять, и возможности вам давать. Обязательно еще я на что-то буду указывать в своих постах, в социальных сетях, в Фейсбуке и в Инстаграме. Поэтому я вас призываю туда идти, подписываться, комментировать там, спрашивать меня там. Там я быстрее с вами общаюсь и буду рада тому, что вы там мне поставите лайк, зададите вопрос, дадите какую-то обратную связь. Мне было бы приятно, если бы вы это сделали. Кстати, вот было бы хорошо, еще раз напомню, если бы вы мне дали обратную связь по февралю. Как у вас там прошел февраль-то? Вот, что там интересного произошло? А может быть, тяжелого чего-то произошло там. Спасибо вам большое в любом случае за то, что вы меня всегда комментируете и со мной общаетесь. Социальные сети мои вы можете найти в всплывающих окнах здесь и ссылки на них найти в описании под этим видео. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.